короткое деле в это видео меня всегда интересовали самолеты и чтобы войти в это хобби я решил сделать с нуля всю систему как говорится если хочешь сделать что-то хорошо сделай это сам сначала сделаю систему радиосвязи потом сделаю несколько самолетов и посмотрим как далеко мы сможем зайти чтобы делать радиосвязь нам необходим пульт управления то пульс игрушки какой-то глупой системой социальной связи социального радиосвязи поэтому мы поставим нормальную связь сюда скорее всего поставлю модуль нрф либо возможно я поставлю универсальный модуль из китая вот такой за 26 долларов можно купить поддерживать кучу коммерческих протоколов алис кайфа sky у туба много всего разного ненави в том числе вот но чтобы соединить этот пульт с этой штукой и с компьютером нам необходима связь через пепель протокол я уже это сделал ну потом увидим как это делается шаг за шагом сейчас запустим симулятор чтобы убедиться что все будет работать а я куда-то улетел но все работает так что если смотри до конца можно будет можно будет сделать эту вот штуку шаг за шагом и подключите компьютер все видео мы построим пульт радиоправления с какой-то игрушки должно быть достаточно для моих целей вести коры и стикер как называют эти вот полки так его разбираем я уже это сделал такая схема внутри первый сюрприз фэйк настоящая антенна просто кусок пластика передатчик где-то внутри спятан убираем и мы видим настоящий передатчик маленькую антенну можно сравнить ее с большой настоящий антенны что же для передачи сигнал 24 герца расстояние примерно должно быть а это вот разъемы вот потенциометра фото платья мы все подключили и готовы к следующему шагу так я подключил свой пульт к адресу который подключен к юарт интерфейсу который подключен к компьютеру значит у меня есть тут два стика каждый имеет x и y оси и вот схема значит вот этих вот два два стика и четыре центра внутри значит верхние пятны не подключая к vcc 32 вольта нижние целяли соединяю все место включая к земле от стране пины выходят на на локовые входы адрины значит как подключается адресу к этому чипу варт-интерфейса то есть все очень просто только напоминать вести фонаре смит пины местами и подключаем на напряжение 5 вольт на напряжение воров почему туда потому что чип бывает разный и разум чипом нужно разное напряжение вот сюда мы бросаем 5 вольт и должно хватить чип уже берет столько и сколько нужно там случае он берет у меня 32 вольта напряжение стабилизированное поэтому я запитываю эти потенциом три стабилизированного напряжения вот компьютеры все компьютер у меня код очень простой мы читаем аналоговые сигналы и потом мы их шлем в порт то есть у меня четыре порта 0 1 2 3 и они шлются в порт я могу построить график используясь монитор синего порта сейчас я буду двигать этот пин и смотреть на результат так и двигаю его горизонтально пин опыта красный движется горизонтально часть дырю вертикально пин синий движется вот мы имеем две оси сейчас я буду делать кружки посвящая вот так у меня получается весеный соида вот собственно достаточно простая схема очень простой код и мы готовы к следующему шагу и так у меня есть моя аппаратура для радиосвязи и у меня есть мой процессор следующий шаг это подключить эту аппаратуру к внешнему радио модулю либо компьютеру чтобы сделать это я использую ppm протокол ppm это протокол который называется расшифровывается как паспозы шин деваешь означает что мы моделируем позицию пульсов чтобы объяснить как она работает мы начнем сервы так это сервы наша а это как а сигнал для управления сервы значит импульс до управления сервой представляет собой импульситель 1 от 1 до 2 миллисекунд посылается на серву и зависимости от длительности импульс и Cera принимает либо крайне крайнее правое положение либо крайне левое положение то есть одна микросекунда в одну сторону до упора 2 миллисекунды другую сторону до упора если будет у нас 15 миллисекунды то мы будем по срединке находиться вот значит эти импульсы на серву идут с интервалом 20 миллисекунд или с частотой 50 герц, так сложился исторический, то есть 50 герц получает у нас сигнал, листик, который меняется на 1-2 миллисекунд. Теперь, если мы хотим передать несколько сигналов для различных серв, что нужно сделать? Как видно из формы этого сигнала, у нас много места остается, и мы можем сюда вот втиснуть сигнал из других серв. То есть сюда один, сюда второй и так далее. И если мы это сделаем, то мы получим протокол PPM. Значит, вот что такое PPM протокол. У нас есть импульсы разделительные длительностью 0,5 миллисекунды, а длительность между началом первого импульса и началом последующего импульса определяет длительность импульса для серва. То есть вот здесь может быть от 1 до 2 миллисекунд. То есть вот, скажем, первый канал, первый импульс, там 1,1 миллисекунда, второй канал, у нас немножко больше, там 1,5 миллисекунды, ну и так далее. В конце у нас идет импульс, самый длинный импульс, который определяет завершение этого фрейма. И этот импульс, он меняется по своей длительности так, чтобы у нас получилось в период 20 миллисекунд. Такой же, как для серва. Вот, собственно, и все. Так, теперь, чтобы написать код для этой штуки, я выберу сам простой путь, потому что это протокол, он уже устарел, никому не нужен. Есть модуль, который его использует, но реально сейчас просто глупо его использовать, потому что у нас фактически цифровой сигнал преобразуется, вот этот вот аналоговый сигнал, потом считывается внешним модулем, преобразуется опять в цифровой, передается по цифровому радиопередатчику на цифровой приемник, и там преобразуется обратно, то есть это очень глупо. Но зато можно подключить к компьютеру и проверить определенные модули внешние. Значит, код пишется, исходя из того, что это, я не думаю, что будет мне нужно, но вот я напишу код для этого протокола, самый простой. Значит, код будет следующим. Я беру Андерина и генерирую эти пульсы, просто используя функцию delay, или wait, delay. Далее функцию, чтобы сгенерировать все эти вот импульсы, которые мне нужны, в зависимости от показания потенциометра. Потом я выполняю какой-нибудь другой код, например, там, среди экрана, или там, ради связи, и так далее. Я измеряю время в начале, то есть время процессора в начальный момент, исполняю мой код, и меряю время в конце, получаю время. Зная это время, и время, которое потратится на генерацию импульсов, я могу подсчитать длительность оставшегося импульса, который мне нужно, чтобы получить 20 миллисекунд в период. И опять жду здесь. То есть я жду вот здесь, вот и жду здесь. А здесь я работаю. На микроконтроллере. Вот, собственно, и все, простой очень код. Это мой код для Адрины. Что мы тут делаем? Значит, мы определяем сначала параметры и начальные сервы. Это значение 4 серв в микросекундах. Потом определяем порт выхода. Это длительность импульсозадержки. Так, мы определяем опять же под порт для выхода. Потом мы берем и делаем главный цикл. Значит, в этом цикле что мы делаем? Мы берем по очереди каждый канал. Берем длительность задержки этого канала. Потом мы начинаем, значит, наши пульсы задержки. Сначала мы подаем на сигнал высокий уровень и ждем длительность, в данном случае, 500 микросекунд или на 5 миллисекунд. То есть вот мы поднимаем сигнал до высокого, ждем на 5 микросекунды, потом опускаем и ждем длительность для сервов. То есть вот мы подняли этот сигнал. Потом мы ждем, потом мы опять его опускаем и вот ждем длительность сигнала для сервиса, соответствующая данному каналу. В конце этого цикла, то есть мы просканировали все наши 4 канала, в конце мы опять поднимаем сигнал и запускаем длительность импульсозадержки. Потом устанавливаем. То есть вот в конце мы делаем такой пик разделительный и оказываемся здесь. Потом измеряем время. Так, мы измеряем время. То есть мы видим на процессор, спрашиваем у него, сколько у него прошло времени с начала кода в микросекундах. Запоминаем это значение. И потом делаем наш код. Вот самое главное, это прочитать значения потенциометров с нашего аппарата. Вот мы их считываем. 4 потенциометра. Значит значение от 0 до 1023. И оно отображается на длительности в микросекундах. Потом мы выполняем другой код. В частности мы можем сделать код для радиомодуры, либо для OCD-экрана и так далее. Ну и в конце, когда мы все закончили, мы смотрим, сколько мы времени выполняли наш код. Считаем это время, считываем это время и потом выполняем оставшуюся задержку. Вот. То есть мы потом ждем вот такой интервал. И код начинается сначала. То есть мы заканчиваем наш луп. И он идет наверх и опять повторяется все. Опять выполняем все последовательное действие. Теперь у нас в нашем массиве, вот кстати, записывается новое значение наших потенциометров. Вот. Ну и как это все работает? Ну вот работает очень неплохо. Вот у нас, значит, осциллограф подключен к пину номер 3. Вот. И вот у нас эти импульсы идут. Значит, обращаем внимание на то, что интервал импульсов 20 секунд, он должен быть постоянным. Интервал между импульсами может меняться, но интервал сохраняется между этими пачками импульсов. Значит, сейчас я буду двигать эти стики, один и второй. И смотреть, как меняются эти импульсы. Значит, у нас большая картина, тут у нас более локальная картина. Значит, я двигаю первый стик. Так, я здесь двинусь в сторону. Так, ну, первый, наш первый импульс. Я двигаю первый стик влево. Так, право. В разном центре. Первый стик двигаю вверх и вниз. Вверх. Ага, то есть там еще один импульс встался. Вот. Значит, первый стик вверх, вниз, вверх, вниз. Первый стик влево-право, лево-право, лево-право, лево-право. Обращаем внимание, период сохраняется в 20 секунд. Следующий импульс. То есть первый канал, импульс соответствующий, да, импульс, соответствующий. Начало первого канала, второго канала. Длительность определяет длительность импульса сервы. Так, это импульс третьего канала, четвертого канала. Вот это третьего, вот это третьего канала, четвертого канала, а это уже завершающий импульс предначалом. Последнего импульса, ожидания. Так, второй стик двигаем вверх, двигаем вниз, вверх, вниз и влево-право. Вправо, вот. А вот это интервал ожидания. Как видно, он меняется тоже. Вот я вот сейчас посмотрю сюда. Той интервал, он будет сокращаться, когда я буду увеличивать расстояние между двумя этими пиками. Вот, меняется расстояние между этими импульсами и меняется интервал ожидания. Вот, все работает отлично. Код очень простой. Судача была успешной, мы готовы к следующему шагу. Остался последний шаг. Так, мы подключаем наш контроллер, цифровой выход с PPM пульсом к нашему компьютеру. Я использую аналоговый вход на компьютере с цифрового выхода. И мы устанавливаем драйвер. Этот драйвер называется, PPM драйвер, называется Smart Propa Plus. Получил его из похожего YouTube-канала, я оставлю ссылки внизу. Очень похожий проект, хороший проект. И значит, что мы сейчас сделаем. Вот мы проверим, как все работает. У нас есть эти пульсы. Получается софт-осциллограф с этого драйвера. Вот мы видим наши пульсы. И вот наш осциллограф. Я буду двигать сейчас стики. Первый стик. Вверх-вниз. Лево-право. То есть, видно, что меняется ширина пульсов. И видно, что меняется зеленый. Зеленый столбик. И тоже видно, что мы на осциллографе. Так, второй джойстик. Все работает отлично. Так, ну и с сетапа необходимо выбраться то, что работает. Ну, вот у меня работает. В частности, вот эта опция. Остальные тоже работают, но как-то криво. Я заметил. В частности, этот вот почему-то вызывает появление различных других каналов, которых нет. Ну, лакири работает хорошо. Вот, и сейчас мы можем запустить симулятор. Есть такой отличный симулятор, тоже с того же канала, аэрофлай. Ну, вот здесь необходимо откалибровать. Сначала у нас джойстик. Видите, что он работает правильно. Как ни странно, он работает. Потом необходимо настроить самолет. Так, controls. Можно выбрать газ, элеваторы, элроны, закрылки. И мы выбираем, значит, канал, на котором это все есть. Мы двигаем джойстик, видим, он где он находится. И выбираем, куда мы поставим эту точку. Сейчас, мы сюда. Так, и когда мы настроили нашу систему, мы можем сделать следующее. Мы можем, наконец, полететь. Убираем газ. И летим. Так, проверяем работу у нашей системы. Значит, у нас руль. Можем балансировать. Пойматься вверх либо вниз с помощью этой штуки. Это будет вверх. Это будет у нас руль. Ну, и добавляем газу. Так, разворачиваемся. Разворачиваемся. А, нет. Ну, оказывается, я пилот неплохой. Я вот летаю достаточно хорошо.